Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Семыкина. В эфире проект «Что делать?», где мы обсуждаем самые актуальные для города и горожан проблемы. И сегодня говорим о новом антикризисном плане правительства, который должен всем нам помочь. Но поможет ли? И есть ли у Петербурга собственная программа преодоления кризиса? Обсудим с нашими сегодняшними гостями. В нашей петербургской студии я приветствую Анатолия Котова, председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. Сергея Асутина, председателя правового комитета Санкт-Петербургского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия». Марину Липецкую, директора фонда «Центр стратегических разработок Северо-Запад» и Максима Васюкова, главного редактора газеты «Деловой Петербург». Ну а на прямой связи с нами в нашей московской студии Сергей Маленкович, заместитель председателя партии «Коммунисты России». Здравствуйте, уважаемые гости! Но начать я предлагаю с мнения горожан. У нас они записаны о том, как же, по мнению петербуржцев, нужно бороться с кризисом. Давайте посмотрим. Для граждан, в первую очередь, наверное, это послабление в плане налогообложения, для того, чтобы бизнес мог развиваться более спокойно. Скорее всего, не менять условия пенсионной реформы, которые сейчас проводятся, чтобы условия для тех пенсионеров, которые уже заработали пенсию, чтобы они оставались на том же уровне, на котором государство им гарантировало. Ну и остальным гражданам побольше рабочих мест, чтобы могли себя реализовывать в этих сложных условиях. Прежде всего, я считаю, нужно развивать сельское хозяйство, чтобы прокормить свою страну. Ну, в принципе, это основная приоритетная цель, я считаю. Также, возможно, надо поднять свою валюту в цене, чтобы... Ну и, в принципе, считаю, всё. Я думаю, да, вжить в обычном режиме и, по крайней мере, не знаю, поддерживать любые инициативы, поддерживать бизнес, да. Не урезать нас ни в чём, да, а ужимать скорее чиновников, а не простых жителей и не бизнес. Ну, вот видите, Сергей Александрович, что говорят петербуржцы, да, это облегчение налогового режима, пенсионное обеспечение, создание новых рабочих мест, развитие сельского хозяйства. Вроде бы, да, вот очевидные вещи. А есть ли они в антикризисном плане правительства, вот, и действительно ли он направлен на то, чего хотят люди? Общие слова. По большому счёту, частично демагогия. Мы уже много лет ставим вопрос об отставке этого правительства. Тем более, оно не готово работать в таких жёстких условиях. Люди-то правильно сказали. Надо урезать чиновников. С представителями партии не обсуждали антикризисный план? Ну, частично, наверное, обсуждали, в основном с партиями, поддерживающими Единую Россию в Госдуме, а с оппозицией нет. Иначе бы они знали, что мы хотим вернуть в основном к советским нормам, к советскому времени, а этого делать как раз правительство не хочет. Ну, да, чего хотят коммунисты, понятно. А вот скажите, вот вы сказали, что план это демагогия, да, общие слова. Как бы вы сформулировали его главную мысль? Ну, есть же там какая-то всё-таки главная мысль? Главная мысль это надо терпеть и не надо протестовать, надо надеяться на лучшее. Извините, это пустые мечтания. Ну, да, трудно с вами не согласиться. Анатолий Иванович, согласны с таким критическим мнением? Нет, нет, не согласен. И полагаю, что, значит, в плане есть достаточно конкретные меры. И полагаю, что сам план, который разработан на уровне Российской Федерации, он в сложившиеся условия достаточно адекватен. Но, и тот план, но должны ещё разработать регионы. И распоряжение правительства, которое вводит в действие эти антикризисные меры, таких назовём, сегодня предписывают. Основные меры можете назвать? Основные меры связаны, прежде всего, в этом плане, связаны с обеспечением экономического роста. И это правильно. Второе направление связано с обеспечением социальной стабильности. И третье направление связано с поддержкой отдельных отраслей экономики. Вы считаете, что вот в таких условиях денег хватит на всё и рост возможен? То есть не только заткнув какие-то дыры? Мы должны обеспечить на первом этапе стабильность развития нашей экономики и компенсировать различными и, прежде всего, бюджетно-финансовыми и кредитно-кредитными мерами вот такую сегодняшнюю нестабильность. И я полагаю, что большую часть мер на уровне Банка России, на уровне Министерства финансов сегодня закладывается с тем, чтобы не допустить падения рубля. Ну да, у вас такая оптимистичная, да, позиция? Она оптимистична, но основывается, прежде всего, понятно, на нашей экономике. Мы должны понимать, что в течение многих лет мы строили всё-таки, мы это понимаем. Мы строили экономику... Вот позже поговорим обязательно об экономике Петербурга, сейчас просто пока... Потому что нужно понимать причины и что сделано, и почему мы так сделали. А мы многое сделали за этот период. Сергей Владимирович, вот смотрите, вроде как, да, действительно, направления какие-то заданы, да, и на развитие, и на то, чтобы компенсировать потери самому слабому населению. Но, вот, например, депутат Госдумы Валерий Зубов, да, так достаточно жёстко критикует этот план, говоря, в частности, о том, что невозможно сделать одновременно и то, и другое в кризисных условиях. Что, по большому счёту, триллионы рублей, которые сейчас предлагается там потратить на поддержку экономики, это просто дотации, направленные в разной степени на удержание устаревшей технологической крепости. Что государство пытается социальные обязательства соблюсти, а не новые технологические цели. Вы знаете, для государства есть, наверное, несколько основных направлений деятельности. Первое из них, это обеспечение стабильности социального и социальной защищённости и так далее. Может, надо честно сказать, что сейчас невозможно всё вот это делать? Вот насчёт честно сказать, я бы начал, наверное, немножко чуть-чуть с другого. С 30-го числа обсуждался план в Госдуме. Прошёл целый месяц Нового года. С моей точки зрения, мы уже опаздываем. Мы тянем. В каждом предприятии сейчас люди думают о своём плане действия. И я вас уверяю, нет ни одного предприятия, где разумные сидят, бизнесмены, которые уже не разработали и не начали притворять эти планы в жизнь. Главное, чтобы это был не план по сокращению, чего мы всё боимся. Вы знаете, планы по сокращению тоже иногда полезные. Да? Да. Оптимизация? Оптимизация тоже нужна. Но меня беспокоит первое. Медлительность правительства России. О чём это сигнализирует на вас? Значит, не готовы. Так. Значит, не были готовы к этому кризису. Значит, не были и сейчас не принимают тех быстрых мер, которые нужны. Ведь в науке управления есть такое понятие, что неправильно принятое решение очень часто лучше, чем непринятое вообще. Но ещё есть понятие лучше поздно, чем никогда. Вот всё-таки что-то сделано. Есть, есть. Только совсем поздно будет. Может оказаться, знаете, да, покойник-то уже... Как мы с вами грустно и афористично. Но ничего. И поэтому, когда вот сейчас Анатолий Иванович сказал о том, что в правительстве города сейчас разрабатывается план. Вот деловой России, мы тоже разработали свои предложения, в том числе в план города. Будете участвовать в обсуждение? Так вот, мы говорим о следующем. Надо это делать быстрее. Это первое, что бы я хотел сказать. И второе, вместе с жителями и вместе с бизнесом. Обязательно, да, сейчас перейдём к обсуждению плана города. И у меня есть конкретное предложение для города. Сейчас про город поговорим. Закончим уже с обсуждением федеральной программы. Максим Сергеевич, ну вот посмотрите, у нас и критика, и положительные оценки. Вот вы с чем согласны? Лично я просто, да, вот я читала этот план внимательно. И, конечно же, понятно, что там нету какой-то конкретики. Но я вижу, там хотят поддержать пенсионеров, хотят поддержать каких-то часть бизнесменов, банки. Но вот я лично не увидела, как планируется поддерживать вот лично меня. Вы увидели, как вот вас поддержат в этом плане? Да, действительно, я это вижу, потому что плана, это приятно, он нацелен прежде всего на поддержку тех, кто создаёт рабочие места и платит налоги. То есть население, жители России поддерживаются за счёт того, что компании, в которых они работают, государственные или частные, получат возможность удержаться на плаву, сохранить рабочие места, сохранить выручку и, собственно, продолжить удерживать благосостояние своих сотрудников на прежнем уровне. И это очень приятно. А как же правительство при этом одновременно говорит о том, что будет безработица, готовьтесь? Видите, безработица это не всегда плохо. Многие экономисты говорят о том, что катастрофически низкая безработица и отсутствие конкуренции на рынке труда, оно пагубно сказывается на состоянии нашей экономики, оно снижает эффективность труда. Но это как раз сейчас и есть. Ведь уровень безработицы с последнего кризиса у нас уменьшился. Вроде бы хорошо. А с другой стороны, как вы говорите, не всегда хорошо. Да, мы знаем, что государство часто поддерживает неэффективные предприятия, которые производят никому не нужные продукции, поддерживает их за счёт госзакупок. Так, эти предприятия, я так понимаю, продолжают поддерживать. Да, к сожалению, поддерживают. Государственные предприятия, они самые эффективные. Мы об этом знаем, а в плане им вон-вон сколько выделяется. Ну, вы представляете, что скажет коммунистическая партия, если государство перестанет поддерживать эти эффективные предприятия? А что скажет коммунистическая партия, Сергей Алексеевич? Вот дайте, если возможно, пару слов. Да, да. Вы понимаете, неприятно слышать такие вещи о том, что безработица это допустимо. А не самое главное, что должны сделать, это исключить в условиях кризиса массовую безработицу. Есть советский опыт, есть опыт Рузвельта в США. Там не исходят из этого, как из приоритета. А это значит, что будет расти социальная напряжённость. И она не позволит и другие меры этого плана реализовать. Ну, если коммунисты уже обращаются к опыту Рузвельта, то это действительно мы в серьёзном находимся положении. На самом деле, если говорить о Санкт-Петербурге и о рынке труда, то сегодня у нас количество вакансий составляет около 100 тысяч. Это те, кто сегодня хотели бы прийти на работу, которые нужны работодателям. Это тот резерв, который, конечно, надо будет использовать. И мы менее всего сегодня заинтересованы, чтобы там был коллапс на рынке труда и, естественно, для этого сделаем. Правительство уже провозгласило об индексации пенсии на 11,4%. Да, вот это, кстати, отличная новость. Она уже провозглашена, да? Марина Сергеевна, вы как считаете, заканчивая разговор уже о федеральной программе, посмотрите, и критика вроде конструктивная у нас прозвучала, но вот и положительная оценка. Вы скорее на чьей стороне? Ну, давайте я взайму немного взвешенную, да, нейтральную позицию. С одной стороны, хорошо, во-первых, что план есть, он принят и объявлен. То есть люди и особенно бизнес-субъекты получают некую определенность. То есть они видят, что правительство работает, по каким направлениям оно работает и в чем можно поучаствовать, где можно получить будет поддержку. Если это и бизнес, особенно малый бизнес. То есть там есть совершенно четкие конкретные меры, которые работают? Там есть объявлены данные направления, но я бы сказала, что это вполне конкретные решения и направления, особенно по поддержке банковского сектора. Да, уже понятно, что система, образующая отрасль и область важны для всех, потому что в банковском кризисе не заинтересован ни один. А вас не смущает? Вот меня очень смутило. Смотрите, банкам там триллион рублей, хотя вообще зачастую банки сами были виноваты в своих проблемах, да, потому что они кредитовали заведомо нерентабельные проекты. Ладно, бог с ним там. Оборонно-промышленным предприятиям помогать, все. А допустим, вот на инновационные предприятия, да, развитие, о котором мы всех говорим, всего 10 миллиардов. Почему такая разница? Давайте я немножко в логику какую-то восстановлю. С одной стороны, да, это определенности, этот план объявлен, он такой, какой он есть, да, мы имеем дело с готовым планом правительства. С другой стороны, понятно, что государство, работая с рынками, с областями, находящимися в разной ситуации, оценивает, ну, область, в которой наибольшая вероятность каких-то реструктуризаций или системных сдвижек должна принимать свои меры, да, для стабилизации. То есть вы считаете, что скорее правильно выбраны эти меры? Ну, так сказать, я говорю, что у меня нейтральная позиция. То есть придраться вот так категорично их шумы. Нет, ведь набор этих мер известен, они правильно выбраны. Можно разные же выбрать. Нет, неправильно выбраны. Продолжу немножко. Те отрасли, которые более-менее спокойно, нормально себя чувствуют, специально их поддерживать не нужно, нужно чуть-чуть минимизировать последствия кризиса для них. Там, где могут быть существенные сбои, там, где последствия социальные, общеэкономические, такие как банковские секторы, имеют риски для всей стабильности, в том числе и макроэкономической, политической и так далее, конечно, меры должны быть в том числе и прямого воздействия. Наверное, самая вот острая фаза, да, которую мы сейчас проходим, скорее всего, не допускает каких-то радикальных реформ и новых действий. Она должна быть направлена максимально на стабилизацию временную, а потом уже запуск и подготовка нового цикла. Вот о том, что нам ждать в ближайшее время, поговорим. Может быть, тогда и надо было бы сделать так, вот этот на такой период план, да, а дальше нужно, может быть, вкладывать деньги в те отрасли, которые дадут наибольшее движение вперед. И что мы говорим? Вы сказали про дорогу. Давайте вот о том, действительно, движение вперед, обо всем этом поговорим сразу после рекламы. Возвращаемся в студию проекта «Что делать?» продолжаем обсуждать антикризисный план. Ну, здесь прозвучала уже в этой студии и критика сегодня, и положительные оценки. Сергей Владимирович, вот говоря о Петербурге, вы сказали, что у вашей организации есть конкретные предложения, которые вот сейчас у нас представитель власти. Выскажите. А вы знаете, мы уже и передали как раз Анатолию Ивановичу в их комитет, потому что они занимаются подготовкой, в том числе они и его комитет, занимаются подготовкой плана города, да. Мы говорим о нескольких направлениях. Первое, то, о чем я уже сказал, это все-таки поддержка, может быть, наукоемких, но инновационных предприятий... Ну, вот 10 миллиардов на федеральном уровне. А мы говорим про город сейчас. А в городе мы больше? Давайте в городе подумаем, давайте, может быть, немножко сделаем по-другому. У нас нет сельского хозяйства, что нам поддерживать, да? Давайте поддерживать промышленность, которая двигается вперед. Еще одно направление – строительство, строительство жилья. Наш город, где до сих пор коммуналки, это первое наблюдение. Второе наблюдение – именно строительная отрасль, строительство жилья, всегда является локомотивом движения вперед. За ним идет строительство, производство строительных материалов, мебели и так далее, и так далее, и так далее. Здесь мы очень зависим от западных составляющих, которые... А еще о чем мы зависим? Посмотрите, да, давайте скажем так. Строители практически все работают на кредитных деньгах. Да. А какой кредит? 25? Ставка, да, какая у нас теперь ставка? Вот оно, обрадовались. Какая цена в результате будет для потребителя этой квартиры? А сможет ли он ее купить? Давайте думать в этом направлении. Надо, значит, думать о мерах, которые позволят. Вот вы сейчас перечислили конкретные меры. Давайте вот у Анатолия Ивановича спросим, какие из них вы считаете и будете... Я считаю, что все меры, которые перечислены, они вполне приемлемы и могут быть рассмотрены. А есть деньги вот на инновационный бизнес? Важно понять, что там любая мера, если мы говорим о деньгах, она стоит определенных ресурсов. Поэтому нужно разделить сегодня первоочередные задачи. В Санкт-Петербурге и правительство города мы прекрасно понимали ту экономическую ситуацию, в которой находимся. И если вы обратили внимание, то значительную часть законов, касающихся поддержки малого бизнеса, инвестиций, мы приняли в прошлом году. В кризисе нам нужно думать и о будущем. Мне иногда говорят, а вот там кто-то не работает. Мы работаем сегодня и также в нашей стратегии, пускай она изменится по каким-то срокам, показателям. Но мы видим курс и мы набор мероприятий по этой стратегии готовим отдельно. Максим Сергеевич, вот смотрите, сколько мы говорим о поддержке действительно бизнеса в Петербурге. В этом смысле, наверное, да, мы впереди страны во многом. Но, тем не менее, как вы считаете, вот сейчас все равно время тяжелое. Есть у бизнеса какие-то скрытые ресурсы? И сможет ли бизнес, на который все уповают, создать нам те самые рабочие места, поддержать в кризис все остальное население? Или все-таки один бизнес это не потянет? Скрытые ресурсы существуют, но бизнесменам нужны простые и понятные правила игры. Им нужны гарантии того, что запознанность, в том числе налоговый режим не изменится. Им главное, чтобы была стабильность, главное, чтобы условия, при которых я запускаю сегодня весь проект, сохранились на весь срок его окупаемости, чтобы что-то не изменилось через три или через пять лет. Какая шутка есть у бизнеса. Хорошо, вы меняете правила игры, но хотя бы игру не меняйте. Если мы играем в шахматы, давайте говоримся, что мы играем в шахматы, а не в футбол и не в хоккей. Поэтому вот с этой точки зрения, если мы изменяем налогообложение, то давайте сразу говорим, мы меняем вот эти новые ставки, принимаем, на такой-то период или навсегда. Тогда бизнесмен планируя, он может думать. Сейчас в Петербурге у нас с этим ситуация хорошая. Хорошая, да? Да. Ну, отлично. А в Москве... Мы отказались сегодня от введения налога на... На недвижимость. А вы будете снижать налог, который могут теперь снижать регионы, на снижение налогов по упрощенке? Смотрите, там указана другая схема и другая налогообложение. У нас значительная часть предприятий, они уже получили льготу по другому объекту налогообложения. Значит, по этому направлению мы, естественно, посмотрим, обсчитаем, естественно, посмотрим, как это... Там и в программе написано подготовить предложение, да, у регионов, и мы, естественно... Это вот к 16-му, да? Да, это мы, естественно, посмотрим. Сергей Александрович, ну, посмотрите, видите, мы к чему пришли? Что у нас в Петербурге-то, в общем-то, если не оазис, то, во всяком случае, все, в общем-то, идет так, более-менее, да? Но, вот меня вот что волнует, да, конечно, надо там бизнес спасать, снижать налоги как-то, ну, во всяком случае, создавать комфортные условия, но если снизить там налоги... Вот сейчас двухлетние каникулы, да, для малого бизнеса налоговые, для нового малого бизнеса. А откуда тогда взять деньги? На пенсии, да, вот о чем вы говорили, на социалку. Я не согласен, в принципе, с приоритетами, которые сейчас выставляют у вас там в студии чиновники и бизнесмены. Надо начинать совсем с другого. У нас сейчас с января люди пошли в магазины, продукты не купить, цены взлетели. Ритейлеры никто не контролирует. Городская администрация, при всем к ней уважении, не в состоянии контролировать цены в городе на основные продукты питания. Жилище-коммунальное хозяйство, оно и до кризиса-то работало отвратительно, сейчас вообще развалено. Почему не навадить хотя бы то, что позволит людям пережить эти трудные времена? А вы тут о бизнесе. Марина Сергеевна, согласна с тем, что нужно, может быть, действительно не с бизнеса начинать, а с каких-то других вещей, более близких народу? Ну, если мы конкретный план, да, и региональный, и федеральный уровень обсуждаем, то они, на самом деле, затрагивают практически всех субъектов. Но вот что касается конкретной проблемы цен, надо как-то регулировать иначе? Насчет регулирования, смотрите, это не касается планов антикризисных, да, конкретно, это тоже касается вообще роли и позиционирования государства в экономике. Вообще предполагается, что идет регулирование, но рынки относительно свободны. А вы поддерживаете вот сегодня информацию, я буквально перед эфиром прочитал, да, о том, что подписано постановление, изменено о том, что мы начинаем регулировать цены на алкоголь. Да. И мы идем дальше, то есть сначала вино, шампанское будем регулировать, и до хлеба дойдем. Так может в кризис это и надо? Может это надо или не надо? Как вы считаете? Ну, наша позиция экспертная в том, что чем менее прямые сигналы, воздействующие на экономику, тем лучше. Иногда такие вещи допускаются, но в целом, конечно, правильно ограничивать долю государства регулированием и более мягкими мерами поддержки. Мы долгое время регулировали цены, а закончилось это тем, что с прилавок к магазинам исчезло все. Поэтому я тоже поддерживаю. Вопрос другой, что там, где есть лекарственные препараты, у нас есть соответствующие процедуры, документы, и мы за этим отслеживаем. Кстати, по докладам, у нас сегодня по лекарствам не так много, где мы находим регулирование. Это естественный процесс. А вы слышали, что вот собираются теперь не закупать те импортные лекарства, которым есть аналоги на российском рынке? Конечно, это правильно. Нужно поддерживать нашего предпринимателя. Это не снижение или конкуренция? Нет, почему не снижение? Понимаете, такие процедуры в рамках ВТО есть в любой стране. И попробуйте вы на рынок Европейского Союза, а еще Соединенных Штатов сойти с каким-то лекарством. Поэтому сегодня у нас и в Санкт-Петербурге, и в России в частности формируются фармацевтические кластеры, которые в ближайшие, до 2020 года, обеспечат более некоторым показателям. Заменитель, который... Много лет пройдет прежде, чем они... Вот, вот, я вот именно об этом. Я и говорю, что у нас для этого еду. Меня, честно говоря, тревожит. Вообще, то, что мы живем, конечно, сейчас под санкциями, понятно, да, ситуация сложная, но... По каким-то, да. Мы говорим о развитии промышленности, при том, что наша вся промышленность зависит напрямую, и сельское хозяйство, и промышленность, да, от импортного сырья. Безусловно. Санкции там вроде на год, а развивать это все десятилетиями. Вот, я не понимаю, не случится ли так, что у нас все пропадет, цены на все вырастут, и мы останемся и без промышленности, и без инноваций. А все данные за строчек... Вот, смотрите, я думаю, вот, смотрите, такой вопрос очень важный. Смотрите, вот если мы говорим о плохих сторонах, значит, кризиса, или о плохих сторонах падения рубля, мы должны понимать, что есть, вне всякого сомнения, что-то положительное. Нам нужно поддерживать нашего производителя, промышленность. А что нам раньше-то мешало его поддерживать? Так вот именно. Значит, та модель экономика, которая много лет была назад избрана, понимаете, она вот составила такие условия, что наши предприятия и наши организации казались... Как бы вы эту модель назвали, чтобы наши предприятия... Ну, я бы назвал, как, скажем, такой излишний либерализм, в котором вот весь процесс был построен на то, что на рынок все отрегулируют. А он не отрегулировал. Я согласен с коллегами, что роль государства, вот, в системе там непосредственно рынка должна быть минимизирована, а в условиях управления, может быть, максимизирована. Может, коммунисты правы тогда, если... А вы знаете, я... Максимизирована, потому что мы должны научиться управлять, значит, социально-экономическим развитием таким, чтобы соблюдать баланс интересов граждан. Ну, это понятно, это в идеале, да. И сегодня, понимаете, мы сегодня говорим, что, да, появился инструмент, да, мы сегодня пытаемся что-то планировать, создавать стратегии и двигаться к какому-то курсу. Это здорово, Сергей Иванович, почему этого же не было раньше? Почему этого раньше-то не было? А вы знаете, что хотелось бы... Хотелось бы, чтобы своевременно все это делалось, а не кризис. Хотелось бы, чтобы поменьше было запрещений, когда мы запрещили одно, запретили второе, запретили третье. Так, а вот как же излишний либерализм? А сейчас скажу следующее, это не мое же мнение про излишний либерализм? Вы считаете нормальный либерализм? Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, как, с моей точки зрения, государство должно влиять на экономику. Ведь вода, которая стоит перед нами, она вниз течет. По-другому не бывает, если только насос не поставить. А деньги идут туда, где им выгоднее. Значит, если мы хотим развивать... Если тоже насос не поставить. А вот что такое насос, теперь давайте скажем. А насос как раз это государство, которое устанавливает определенные правила. К примеру, надо развивать вот эту отрасль. Государство приняло такое решение. Город принял такое решение. Давайте там снизим арендные ставки только для этого бизнеса. Давайте уменьшим налогообложения только для этого направления. В общем, им условия создадим, да. Совершенно верно. И тогда деньги туда пойдут, и мы будем там развиваться. Поэтому, с моей точки зрения... Есть такие отрасли, которые... Есть, конечно. У нас же что? Мы же говорим о карабельностроении. Здравоохранение. Здравоохранение. Образование. Образование. Фармацевтика. Подводя... И IT-технологии. Это та часть, которая у нас может многие вещи аккумулировать. Подводя итоги, да, Марина Сергеевна, ну вот коллеги уже сказали, что делать. Как вы считаете, что делать? Давайте ответим на главный наш вопрос. Помимо того, что разрабатывать антикризисные программы. Кратко у нас время заканчивается. Ну, в двух словах, помимо прямых вливаний, да, и ситуативных решений, хотелось бы видеть долгосрочные, но довольно мягкие меры поддержки. Например, не сдерживать всяческие выбытия кадров, да, с предприятий, а поддерживать реструктуризацию рынка труда, более гибкие, более мобильно-образовательные программы, программы переобучения. Ну, в общем, отчасти многие меры, которые были опробованы на кризисе последнего, восьмого-девятого года, да, они, в принципе, показали свою эффективность и могут быть реализованы сейчас. И, кстати, часть из них вошла в существующий план. Вот. Поэтому многие рецепты, отработанные тогда, могут быть применены сейчас. Но, наверное, какие-то новые креативные идеи хотелось бы увидеть. Хотелось бы, да. Ну, ведь кризис-то, все говорят, другой. А мы опять старыми мерками. Знаете, я в прошлой жизни, да, преподавал в военной академии, да, и в истории военного искусства есть такие вещи, когда тот военачальник, который прошлую войну выиграл благодаря коннице, попал в другую ситуацию. Так у нас другая ситуация. Может быть, нельзя те меры принимать? Может быть, надо по-другому жить? Я же сказала, только часть, да, только часть рецептов. Но, если мы сейчас посмотрим, как это происходит. Ну, наверное, универсального рецепта, да, от кризиса не существует. Мы вот сегодня обсуждали то, что нам предлагают сейчас. Существует универсальный. Работать. Работать. Отлично, на этой позитивной ноте, да, и закончим. Подведу итог. Хорош ли антикризисный план правительства? В интернете шутят, мол, весь план на самом-то деле заключается в нескольких пунктах. Ждать, когда все само рассосется, что-нибудь урезать и найти деньги на пособие по безработице. Что ж, урезать-то точно будут. И не что-нибудь, а почти все. А потом урезанное будут перераспределять. Однако только перераспределение финансов для преодоления кризиса, конечно же, недостаточно. Хватит ли регионам 50 миллиардов федеральных рублей на борьбу с безработицей? Учитывая, что в стране более 80 регионов, если их хватит, то явно ненадолго. То же самое с промышленностью, с банками и сельским хозяйством, которым выделят деньги. И на какое-то время этих денег должно хватить. А что потом? А потом правительство обещает прибавить к деньгам новые законы, которые помогут справиться с кризисом еще лучше денег. Напрашивается вопрос, ну так отчего же мы раньше-то эти законы не принимали, пока не грянул гром? Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Это был проект «Что делать?», меня зовут Екатерина Семыкина. На сегодня я с вами прощаюсь, а далее смотрите хронику происшествий.